всем большой привет и сегодня мы с вами отправляемся в секонд-хенд на второй день завоза и предлагаю вам сперва пройтись по залу покажу вещи которые мне понравились начнем вот с такого вечернего платья даже праздничного очень интересная красивая модель и кстати ну было прям такого немаленького размера я думаю что 54 это минимум ну естественно но из полистера и абсолютно новое дальше приглянулась вот такое платье от лью джо приглянулась мне она даже скорее за цвета очень такой миленький пудрово-розовый цвет естественно тоже из полиэстера но состояние нормальное почему бы и нет к сожалению не мой размер а так с удовольствием бы его примерила дальше мне попалось такое пончо наверное будет правильно назвать с отделкой вот из меха не уверена насчет натуральности меха мех который вот идет по груди казалось что натуральная на рукавах будто бы нет и хороший состав 70 процентов шерсти 30 кашемира но видок конечно у него не очень нацеплял ворса от всех соседних вещей и вот такое платье тоже приглянулась бирочка составом к сожалению была срезана ну по ощущениям ангора есть в составе она прям такое мягкое и пушистое далее такое пальто дисегуаль их вещи конечно это как произведение искусства можно рассматривать долго необычный интересный кстати у меня от этого пальто от рисунка точнее на нем прям рябила даже в глазах вот сейчас через камеру как будто вот эти кружочки крутятся интересные на самом деле конечно небольшого размера поэтому не примерю и интересно еще вот название бренда на спине они сделали необычно далее такой пуховичок от gs в принципе в нормальном состоянии никаких особо дефектов я не нашла но естественно только нужно постирать и вполне такая достойная вещь 70 по моему процентов пуха там точнее пера 30 пуха дальше мы с вами перемещаемся в примерочную я хочу показать вам в каком образе я сегодня пришла и вот сейчас нашу эту юбочку которую недавно купила в секунде пытаюсь ее как-то в свой гардероб вписать и на примерке у нас сегодня будут верхняя одежда блузки рубашки и немного свитер очков и джемпер очков предлагаю начать вам с верхней одежды понравился мне вот такой тренч он двухсторонний то есть если вывернуть его другой стороной это наверное даже будет как пальто очень мне приглянулся вот сейчас вам показываю его с другой с обратной стороны все замечательно сделано карманы пуговицы то есть получается и так и так и вещь на самом деле универсальная то есть можно вот купить одну такую вещь и как-то каждый раз выглядеть по-разному бирки к сожалению отсутствовали все никаких опознавательных знаков я уверена что этот тренч винтажный это очевидно и очевидно что вот это вот сторона из хлопка а внутренняя из шерсти шерсть очень теплая хорошем состоянии не было особо никаких таких прямо видимых дефектов да естественно его носили он ношенный но в целом состояние нормальное дальше такой пиджачок хочется показать вам от итальянского бренда елена миро основанном в 1985 году компания создает одежду для женщин размера плюс от 48 и больше очень интересно было найти этот бренд и примерить в принципе мне понравилась эта вещь сил неплохо мне кажется конечно да наверное не под эту юбку но в целом очень неплохая вещь думаю он винтажный это понятно по пуговицам так 80 процентов шерсти в составе тепленький неплохая вещь в принципе почему бы и нет по цене что хочется сказать пальто наверное выходили от трех тысяч и выше такие вот пиджачки там или увесистые кофты это где-то в районе двух тысяч следующий на примерке такое наверное пончо если можно это назвать пальто или нет мне приглянулось она своим цветом мне нравится очень такой цвет и я решила вот примерить эту вещь я подобные не ношу никогда не носила но очень интересно примерить вот я вам показываю что одна пуговичка к сожалению отвалилась потерялась ее нет и вот не совсем понятно как это выглядело бы если бы она была но в целом мне понравился как это выглядит на мне такой фасон почему бы и нет и хороший состав не могу сказать в каком соотношении процентным к сожалению присутствовал только вот этот вот ярлык что это шерсти кашемир а уж в каком соотношении я не знаю далее вот такая вот рубашка от немецкого бренда айн хорн и мне очень понравился ее принт я вам поближе чуть позже его покажу дело даже не только в принте в принципе не села на неплохо моего размера и к сожалению оказались дефекты на рукаве это были пятна неизвестного мне происхождения поэтому я брать ее не стала не знаю выведутся или они или нет примерно стоимость была 500 600 рублей вот посмотрите какие красивые мишки вышиты очень интересная рубашка я прям вот даже немножко стояла немножко раздумывала может все-таки рискнуть и попробуйте не знаю что это зеленка не зеленка в общем какие-то вот зеленые пятна но в итоге решила все-таки не брать следующая блузка тоже от немецкого бренда бьянка и очевидно что она винтажная бирочка составом к сожалению была срезана но я уверена что составе есть ацетат возможно с примесью полиэстера прям по ощущениям она практически как шелк очень приятная но у меня есть уже подобная блуза красного цвета только с цветами на груди поэтому похожие вещи стараюсь особо не покупать и красный цвет не самый мой любимый поэтому я тоже решила ее не брать следующая блузка или тоже рубашка от бренда сислой к сожалению она мне оказалась мала и не покажу вам ее в примерке ярлычок составом отсутствовал но очевидно что это вискоза интересная очень блуза а вот эту блузку я уже купила и произошла с ней такая интересная история она итальянского производства 73 процента ацетата 27 шелка в составе и когда я ее рассматривал на предмет дефектора ничего не обнаружила и когда уже я приехала домой постирала ее когда она была мокрая на ней были прям вот отчетливо видны такие затяжки полоски штуки две-три спереди одна сзади и я посначала потому что эта машинка у меня испортила но нет после того как она высохла они исчезли то есть вот ткань такая коварная которая вот в мокром виде выдала все дефекты ну я особо не переживаю я же буду носить ее сухой поэтому как есть так есть но такое тоже бывает вот имейте ввиду что для глаза незаметно ткань потом может выдать и дальше мы с вами переходим к светорочкам джемперочкам вот такой понравился я думаю что он связан вручную не нашла никаких этикеток и бирок мне очень понравился его цвет очень такой ярко фуксийный камера немного неправильно передает но вот он прям фуксия вырви глаз очень красивый цвет но колючий я предполагаю что это шерсть и такая была колючая следующая находка невероятная для меня вы знаете что я очень люблю винтаж и вот этот джемпер я когда увидела прям влюбилась в него просто мне он очень понравился во первых это стопроцентная шерсть чистая шерсть а знаком качества вулмарка да многие скажут фасон куда такое носить это бабкин сундук там старческий вариант и так далее но ведь можно стилизовать умеренно если внедрять винтаж в умеренных количествах в свой современный гардероб я думаю что это будет уместно например с каким-нибудь кожаными штанами с высокими ботинками можно носить его в качестве верхнего слоя под какую-то блузку водолазку в общем на самом деле вещь такая очень нужная мне кажется на мой взгляд и очень качественная сохранность хорошая за исключением вот я пытаюсь вам показать 1 вон минимального такого пятнышка лет они пятнышко даже . я не знаю что то есть для глаза практически незаметного в целом все отлично остальном вернее все отлично и замечательно его я забрала но не для себя такую вещь я не могла оставить магазине и понравился мне еще вот такой джемпер тоже итальянское производство стопроцентная шерсть ну вот мне для себя именно хотелось бы побольше объема чтобы он был посвободнее как там но цвет невероятно красивый такой нежный нежно небесный голубой мне даже кажется что такой цвет мне идет как вы считаете напишите свое мнение в комментариях и в общем то тоже достаточно интересный винтаж пуговички все это отделано очень качественно из дефектов никаких не было за исключением того что нужно только почистить от катышка катышка и следующая находка это такой ну не знаю обычная такая простая кофта джемпер от михель фиггер в базовом таком и фасоне в базовом цвете мне понравилась эта вещь в целом единственное что мне бы наверное хотелось немножко побольше длины чтобы она была чуть длиннее но приобрести ее можно было то есть такая вещь в гардеробе всегда пригодится но при детальном рассмотрении я уже заметила пятна такая небольшая россыпь пятен желтых тоже неизвестного происхождения отстирается нет не знаю и брать его не стала возможно приеду на скидки если дождется то может быть я его заберу потому что я говорю он был такой достаточно тяжелый он в любом случае вышел больше 1000 рублей а за вещи с дефектом не хочется платить большие деньги по составу это был стопроцентный хлопок далее завезли много таких ук по 1000 рублей но естественно не натуральный это вариант а-ля центр обувь на месяц если хватит то хорошо вот эти вот уже по надежнее выглядели но и стоили они 2 500 ну а так в целом по обуви больше ничего интересного не было все старенькое я вам уже это показывала на этом мой обзор подходит к концу подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал где я пристраиваю вещи и на канал для общения ссылочки оставлю в описании и не переключайтесь дальше я вам покажу свои покупки итак собралось у меня тут некоторое количество покупок которые я хотела бы вам показать может быть кому-то информация пригодится может быть кто-то в поисках также зимней обуви как я была я сразу скажу я много магазинов прошла но нигде ничего подходящего я найти не могла это были либо очень-очень высокие цены либо если цена была небольшая соответственно это было не кожа поэтому поделюсь вот что я купила где я купила может быть опять же кому-то тоже пригодится эта информация кто-то может быть тоже в поиске давайте начнем с убавим я купила себе и зимние ботинки получается межсезонные и мужу взяли тоже зиме зимние магазин называется вот так то есть вот это название магазина обувь получается и там сейчас акция там сейчас акция той то есть при покупке двух пар 3 идет в подарок ну на самом деле вы знаете да как рассчитывается эта система то есть и третье в подарок не идет просто от цена третий делится проходит в общем как скидка и и делит как скидку на все три пары что значит я взяла из зимних мне понравились вот такие вот ботинки значит они естественно я рассматривала только натуральная кожа и только натуральный мех чтобы внутри был мне понравились они чем я хотела такого плана вот типа челси мне хотелось грубым чтобы они были но как-то знаете по особенному грубый не совсем прям мужской чтобы вариант но в общем это единственная пара на данный момент была в магазине которая натуральная кожа плюс натуральный мех был кожа заменитель с натуральным мехом или наоборот по моему кожаные но мех был не натуральный внутри в общем неважно вот такие вот ботинки мне они понравились я взяла в тридцать восьмом размере они мне немножко великоваты но на зиму почему бы и нет потому что можно носить с теплым носком шнуровка имеется но как бы она не нужна есть также молния в общем-то тридцать седьмые померила тридцать седьмые были мне вот прям впритык и я подумала хоть все равно мех что он осядет но я подумала лучше взять побольше сейчас я вам покажу артикул вот вы можете остановить видео и посмотреть все необходимое значит они получается по моему производства китай там что-то написано больше но страна происхождения китай но в общем сделанные неплохо достаточно качественный мне понравились как сидят на ноге потом вам обязательно покажу цена вы видите 7 790 далее вот такие вот мы взяли мужу тоже натуральная кожей и натуральный мех внутри и они уже российского производства цена такая же 7 899 очень кстати классные я хочу сказать мне не понравились и как внешне они смотрятся и на ноге сели замечательно вот этот мех я уже тоже тестировала я его поджигала и и здесь и здесь то есть это точно натуральный мех значит цена такая же и вот такие вот осенние я взяла то есть как бы получается они уже шли типа в подарок тоже из натуральной кожи но они без утепления но у меня межсезонных до сапог тоже нету поэтому почему бы нет здесь просто такая типа вот как баечка что ли у меня тоже не было миша на межсезонье и я с удовольствием взяла тоже в тридцать восьмом размере натуральная кожа и здесь по-моему тоже не российское производство китай или что-то типа того но кожа хорошая приятная я так вот уже их примеряла очень классно смотрится на ноге тоже в ближайшее время покажу вам и их цена вот уже получается вот такая вот магазин если кому девчонки интересно мальчишки магазин находится город матищи торговый центр красный кит он находится на минус первом наверное это этаже в общем нужно спуститься вниз и что у нас получилось по чеку то есть вот о чем я вам говорила то есть третья пара идет не бесплатно вышли они просто со скидкой то есть вот эти вот вышли кожаный по шесть тысяч вот эти зимние а осенние вышли 3 600 вот ну грубо говоря так бы оно и вышло 15 950 если бы 7 899 плюс 7 899 то есть по факту да эта пара идет как бы в подарок но в чеке она есть и как бы просто они разделили смотря эти пары сделали ее как скидка я считаю что за эти деньги это отличная отличная цена за три пары кожаной обуви плюс две из них зимний потому что я заходила в иконику там зимние полу ботиночки вот такого вот плана стоит 20000 в иконике я была и и к по моему я тоже заходила тоже 20 25 тысяч а больше нигде таких вот на валберс я не рассматривала потому что это постоянно нужно мерить возвращается не факт что подойдет поэтому рекомендую рекомендую и загляните посмотрите пока имеется вот такая вот акция то есть там много хорошей обуви можно найти в том числе и кожаные есть и не натуральные но кожаные тоже присутствует так что вот так и еще взяли мы джинсы мужу к чему показываю к тому что в катоне сейчас скидки кому если надо и на женские на мужские сейчас скидки тысячи рублей получились вот такие вот хлопковые джинсы классные то есть они по качеству очень хорошие и цена смешная я в секунде себе джинсы покупала дороже 2000 мы купили а и вот эти вот тысячи сто еще мы по моему за 950 взяли точно такие же только черные просто классические черные джинсы для работы и все и вот такие вот колготки я еще купила просто уже хотела показать на валберис утепленные недорого стоят в районе 300 рублей 80 процентов шерсти в составе да шерсть 80 процентов пять полиамид и эластан вот тоже планируем с юбкой их носить мне кажется очень хорошая цена так что вот такие вот покупочки у меня были может быть я говорю кому то интересно имейте ввиду кому нужны джинсы в катоне сейчас офигенные цены и вот обувь вот этот вот магазин вот так вот он называется тоже можно прикупить со скидкой что ж на этом у меня все всем спасибо за просмотр и и пока пока скоро увидимся до 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 Продолжение следует...